И последнее. Республиканская коррекционная школа-интернат отметила 65-летний юбилей турниром по вольной борьбе среди воспитанников. Отметим, что многие чемпионы сурдолимпийских игр мира и Европы – выпускники этого учебного заведения. Как же прошел турнир, расскажет Нюргуяна Егорова. Сурдоборцы на играх «Дети Азии» выступили успешно и, мягко говоря, спасли общее положение борцов в турнирной таблице, так как в первые дни сборная команда чуть подкачала. Чемпион игр Андрей Винокуров выступит и здесь. Также строит большие планы на будущее. В сурдолимпиаде хочу участвовать. И в 2019 году я планирую участвовать. Планируются тогда будут игры, я планирую. И в дальнейшем я буду еще серьезнее, еще сильнее тренироваться и стараться. И я очень надеюсь на свою победу. В турнире на призы прославленных сурдолимпийцев в восьми весовых категориях приняло участие 34 борца. Тренер Эрчмен Макаров занимается детьми с нарушением слуха с 2006 года. В стенах школы тренирует всех желающих третий год. Постоянный зал появился. До прошлого года мы на втором этаже в спортзале каждый день селили и расстилали ковер. Очень трудно было. Сейчас уже нам комнату дали, уже постоянно ковер лежит. На открытии турнира присутствовали двукратный призер сурдолимпийских игр по пулевой стрельбе Евдокия Катаргина. Чемпион и призеры сурдолимпиады Сергей Николаев, Прокопий Николаев и Владимир Бородин. На сегодняшний день 9 спортсменов готовятся к сурдолимпиаде 2017, которая пройдет в Турции. К слову, Евдокия уже имеет путевку. А вот борцам предстоит пройти отборочный тур на чемпионате России. На Россию готовятся Сергей Николаев, Владимир Бородин, Егор Скрябин, Валерий Чемпосов, Андриан Ильин, Будемир Трофимов под руководством Василия Стручкова. Я тоже числюсь в качестве тренера. Идет очень серьезная подготовка. Опытные мастера всегда находятся рядом с детьми, помогают советам, проводят различные соревнования. И этот турнир, приуроченный к юбилею родной школы, не исключение.